В целом, что бы хотелось сказать, еще одна немаловажная причина, по которой мы сегодня здесь собрались, это то, что 11 числа состоится конференция «Куда идем?», во время которой мы не только будем говорить про исследования, мы будем говорить в принципе про ряд вещей, которые должны помочь бренд-менеджменту, людям, связанным с маркетингом, людям, связанным со стратегическим планированием. В бизнес-планировании и в тактическом и стратегическом планировании их деятельности на ближайшие год-два-три, потому что ни для кого не секрет, что сейчас обстановка меняется достаточно быстро, в силу того, что происходит ряд разнонаправленных событий и в нашей стране, и в регионе, и в мире, и из-за этого, естественно, меняются потребительские предпочтения определенным образом, покупательная способность, и кроме этого меняется сам стиль потребления. И эта конференция, вот я бы хотел еще раз на этом акцентировать ваше внимание, она будет включать в себя не только раздел, который будет посвящен, куда идут маркетинговые исследования, а также, куда идут клиенты маркетинговых исследований, куда идет наша страна с точки зрения экономики, общества, потребления, трендов. И вот тренды – это одна из основных тематик, которые мы и будем рассматривать во время этой конференции, потому что на самом деле на конгрессе Самар, который в этом году составился в Стамбуле, Одна из ключевых тем, которые обсуждались, была тема «Как понять наше поколение миллениалов?» Ну, то есть, вот как понять, кстати, вот часть вашей аудитории? Потому что вот очень многие маркетологи сейчас ломают голову, что делать. Потому что мало того, что все очень быстро, все совершенно по-другому. А люди еще, вот те, кто сейчас занимают ключевые позиции в маркетинге, они учились еще в те времена, 80-е, 90-е. И в силу этого те методы, те подходы, те ориентировки жизненные, которые они применяют при планировании своей маркетинговой активности, уже очень часто не отвечают реальной действительности. Назовем так, вот часто ли вы встречаете в маркетинговых посланиях тот язык, ту речь, тот сленг, который вы используете в своей повседневной жизни? Вот. Это вам одно из направлений. И я вам скажу, это серьезнейшая проблема, потому что все ломают голову, все понимают, но никто до конца не может, скажем так, вычислить на данный момент, как это делать. И этому будет посвящена значительная часть нашей конференции 11 октября. Сразу могу сказать, что исследователи – это передовой отряд маркетинга, поэтому они не сидят сложа руки, и очень много методов разрабатывается, очень много усилий предпринимается для того, чтобы понять, для того, чтобы сравнить и, скажем так, в глобальном аспекте понять вообще, что происходит с молодым поколением. Потому что, в общем-то, ничего не отнять, это поколение, оно и является потребителями будущего, с совершенно другими установками, с совершенно другими принципами и подходами. Классика жанра, когда показывали рекламу, на которой ребенку дали обычный журнал, там вот как у нас там печатные журналы, вы читаете, да, и ребенок начал пальцем вводить по страницам, не понимая, что ее нужно просто перевернуть. Он просто считал, что это iPad, и вот он по странице проводил вот так пальцем, для того, чтобы увидеть другую. И это вот в одном вот этом 10-секундном ролике вот разместилась суть того, что сейчас происходит вообще с поколениями и с другими аспектами сейчас потребления. И не забывайте, что сейчас очень серьезно развивается виртуальный мир. То есть это только начало, и все, что мы сейчас знаем про наши социальные сети, то, где мы там находимся, это цветочки. Ягодки еще будут потом, когда виртуальный мир начнет обрастать материальными вещами. Кроме этого, что бы хотелось сказать. Серьезнейшим вниманием продолжают уделяться диджитализации исследований. Потому что никуда не деться, технологии побеждают мир. Да, мозги исследователя, мозги маркетолога будут всегда в цене, что бы ни произошло. Но в том, что касается технических методов добывания данных, технических методов обработки данных, а соответственно скорости, объема, то здесь тот, кто будет на гребне волны в этом смысле, тот выиграет. Тот, кто не будет, к сожалению, проиграет. Продолжение следует...